И эти ссоры бывали при ребенке. Отсутствует искренность. Начала рвать, драть волосы с головы и есть. У ребенка болела душа. Нам прописали наотропы. Душу не лечат лекарства. Она просыпалась и в крик. Этим детям не хватило телесного контакта. Мы по ночам спали где-то 4 часа. И спок, наверное, перевернется в гробу 7 раз. Есть какое-то расстройство аутического спектра. Усыплять ребенка, боюкать ребенка. Его надо. Здравствуй, мама. Здравствуй, Ариша. Расскажите нам более, как все начиналось. Врождались мы через кесарево сечение, Аринка. Вообще у нас по всем показателям все было в норме. То есть никаких проблем вообще поначалу не было. Выписали нас. Мы в роддоме только сделали 2 прививки, которые делают. Больше мы прививок не делали за все это время. Развивались нормально. Все в порядке было. Она рано стала говорить, ну, как мне кажется, это 8 месяцев мы сказали первое слово «медеть». То есть это медведь. Мы с ней листали книжки буквально вот, ну, вот совсем с малолетства и картинки все это, то есть занимались. И вот меня очень радовало. Думаю, ну, все отлично, все в порядке, с ребенком все в норме. Потом начали замечать, когда начала, она уже стала потихонечку говорить. Стали замечать, что просьбы и вот этот вот жест «дай, дай» этого нету вообще. Ну, как все говорят, маленькая, перерастет, все впереди еще, ну, на что, все детки разные. На тот момент у нас с мужем отношения были тяжелые, то есть у нас постоянно какие-то ссоры. Ну, достаточно трудный период был. И эти ссоры, они зачастую бывали при ребенке, хотя я все время старалась говорить «давай, если выясняем, то как-то отдельно». Чаще всего в нашей практике встречается, что аутизм приходит в те семьи, где отсутствует искренность, искренная любовь. И именно дети пытаются своим заболеванием вернуть родителям ту самую искренность друг к другу, в свои отношения, и тем самым поменять отношение к ребенку, к жизни и всему. В какой-то момент я начала замечать, что Арина либо с пола где-то найдет волос и тянет в рот, либо вдруг там чешет челку, головку, и смотрю, у нее в руке волос, стала присматриваться, начала рвать, драть волосы с головы и есть. Ну ладно, еще драть, да, то есть, ну, как мало ли там, что, где-то, может, какие-то проблемы, может, еще или что. А тут есть, и это меня очень сильно напугало, мы обследовались у врачей, они сказали, говорит, вы ее состригите, волосы, ну, или, если не хотите, шапочку, чтобы одевали. И в результате в шапке мы спали, ели, жили какое-то время. Нам прописали наотропы, потому что ребенок перестал в этот момент нормально спать. Мы по ночам спали где-то 4 часа. Ребенок поднимался, знал, где свет включается, доставал, нажимал, и вот все. И остальную часть времени, ночи, вот это вот по комнате, хождение, никакого сна, ничего. То есть, либо это были какие-то вспышки, она просыпалась и в крик. Любая стрессовая ситуация может спровоцировать аутизм. И в данном случае именно ссоры родителей явились стрессовой ситуацией. Глядя на это, у ребенка болела душа. А душу не лечат лекарства. И наотропы ввели ЦНС ребенка в еще больше стресс. Я мужу все время говорила, давай очень аккуратно, чтобы ее никак эмоционально не нагружать. Чтобы она спокойна была. Я приезжала, допустим, к родителям. Здесь обстановка была другая. Мои тоже старались всегда все поддерживать. И выстраивать какую-то очень такую стабильную, спокойную, ровную. Обстановку дома. И вдруг все налаживалось. Все спокойствие такое становилось. Потихоньку ребенок переставал где-то и мусор брать с ковра. То есть, все вроде бы как начинало так организовываться хорошо. Опять я поеду. Опять какие-то ссоры у нас. И опять начинало накручиваться вот я. И, наверное, ей передавалось, Арине передавалось это. Ну, вот мы тоже считаем, что есть дети. Наш контингент – это дети, которые очень чувствительные. Есть дети, как бы, ну, жесткая психика сформированная. Толстокожая. Ну, им все равно. А вот эти чувствительные дети, они очень реагируют на ссоры родителей. Да. На состояние мам. Поэтому с ними надо очень осторожно. Они ни в коем случае не ссорятся. Они очень боятся прививок. Да. Стресса. Любого стресса вообще. Поэтому, если ребенок чувствительный, с ними вообще нельзя. У них никакого стресса. Ну, поначалу тоже все, и врачи, и так, там, мамы, и родная, и свекровь, говорят, ну, ничего перерастет, что это же ребенок, такое бывает, сколько детей, все разные. Поэтому, как бы, что на это обращать внимание. Но начали замечать, что повторения в речи постоянные. То есть, она попросить не может, она тянет за руку. И если пить или что-то, то ты хочешь попить? Она, ты хочешь попить. То есть, выговаривала она, ну, очень хорошо все слова. То есть, у нее четкая речь и по сегодняшний день. Но вот именно логически составить фразу, попросить, вообще никак это не получалось у нас делать. Обратились к психологу. Психологу, психолог посмотрела, переадресовала нас к психоневрологу. Психоневролог, женщина опытная, со стажем, судя по всему, работала раньше и в диспансерах психоневрологических. Сказала, что вам желательно на месяц в стационар, чтобы поставили четко диагноз. Говорит, я не тот человек, который должен это все-таки делать. Он говорит, ну, я вижу, что есть какое-то расстройство аутического спектра. Это сколько лет было ей? Это нам было год и семь. Год и семь еще только. Да. Ну, и как бы я очень расстроилась. Я не ожидала. Ну, это такой был неофициальный пока диагноз. Да, это был неофициальный диагноз. Я стала смотреть по интернету, везде обращаться официально очень не хотелось. Есть такое, по жизни была установка такая, но со мной же не может таково быть. Тем более ложится там куда-то на месяц. Это вообще, как бы, никак для меня приемлемо не было. Из плохих каких-то таких моментов, или стимов, если можно так назвать, у Арины было, она кружилась. Допустим, если музыка, не музыка, она могла встать по центру комнаты и кружиться. Глазки уводят в сторону и кружатся вокруг своей оси. Проблемы с какашками, я так смотрю, это практически всегда боль родителей. Да, у нас тоже было. И при том она умудрялась именно найти тот момент, когда меня не было в комнате. И вот потом сюрприз вам. Как-то потихонечку тоже справились с этим. С горшком у нас никогда проблем не было, то есть она садилась на горшок. Она была умела, приучена. Но вот именно вот этот момент какой-то был у нее, что она, ну как протест, не знаю. Специальный, да? Да, это было вот прям, подгадывалось прям. При засыпании у нас до сих пор немножечко это сохраняется. Она очень мотает головой. То есть она так мотала головой почти с детства, где-то вот год и полтора года было. Она стала мотать головой. Врачи сказали, она может так укачивать себя. Либо детки иногда так делают, что зубки болят или голова болит. То есть тут не, ну, типа не определишь. Какие-то делали. Каждый день же не может болеть. Да. А это каждый день. И даже по сей день сохраняется немножко. То есть вот это у нас еще не доработано, еще прорабатывать. Мы многократно сталкивались с тем, что ребенок маленький, ложась спать, засыпая, мотает головой. И поначалу мамы говорили, это стим, и это один из видов стимов. И вы знаете, когда мы начали углубляться в тему, исследовать через инфодайвинг эту тему, вдруг обнаружилось, что фактически у всех детей, у которых присутствует такого рода стимы, есть одна особенность. Их родители укладывали спать отдельно от себя, и этим детям не хватило телесного контакта. Даже обезьянка, она носит своего детеныша год на себе, а человек приезжает из роддома и кладет ребенка в отдельную люльку. И это нормально, и врачи на этом настаивают. И споук, наверное, перевернется в гробу 7 раз от того, что все вот эти учения, что ребенок должен спать отдельно от родителей, что его надо воспитывать по часам и так далее, это все неправильно. Ребенку надо тепло, физическое, телесное тепло матери. Это тепло, оно передается с любовью, это тепло передает информацию о том, что мир безопасен, о том, что ему комфортно, о том, что ему уютно, что его здесь ждут, что он нужен, что его здесь любят. А это базовые программы, которые сразу прописываются в подсознании только через физический контакт. Вот этот первичный контакт произошел, и ребенок каждую ночь, ощущая возле себя тепло матери, он развивается на этом. Я понимаю, что матери может быть неудобно спать, но тогда можно переложить его позже. Но усыплять ребенка, баюкать ребенка, его надо. И убирать ребенка в другую комнату, и приходить уже, когда видишь плоды его труда, особенно с какашками или еще с чем-то. Это показатель того, что ребенку не хватает физического контакта матери. Просто не хватает банально телески. Ну и что потом? Как узнали про инфодайвинг? Про инфодайвинг, вы знаете, что я когда поняла, что у нас действительно такая проблема, и надо что-то искать, какое-то лекарство, которого, как везде пишут, нету, у меня было глубокое внутри убеждение, что я найду. Не может такого не быть, я найду. И вот, наверное, вот это внутреннее состояние, что вот-вот я найду, я все искала, обыскивала. И просто мы даже просто в платные ходили к психоневрологам, ну старались как-то вытащить и массажи, и бассейны, и к психологу. Ну и как-то это все особо не сильно продвигало нас, да, то есть в чем-то чуть лучше, где-то хуже опять откаты какие-то, но в целом нет. И я вдруг услышала, мне знакомые сказали тоже на тренировках, что есть Наталья Зайцева, она занимается что-то у нее там с детками, с аутистами, какой-то проект есть, попробуй посмотреть. Это уже ты Арине сколько было? Это Арине уже было три года, три с половиной даже где-то так. И все, и с этого все пошло. То есть это где-то год назад? Да. Даже ноябрь, полгода. Полгода. И с этого все пошло. Я высмотрела почти все по деткам, что было в общем доступе. Я поняла, что надо испробовать обязательно этот вариант. И, собственно говоря, вот так вот, чтобы сказать, что мы долго думали, нет. У меня были отложены деньги там на какие-то покупки, как я вот планировала там что-то взять, велосипед или еще что-то. Моментально оформила заявку, подала. И что самое интересное, мне очень хотелось, чтобы быстрее-быстрее пришел ответ. Потому что, опять же, внутри на тот момент тоже мы с мужем очень даже думали разводиться. И у нас такой период какой-то был тяжелый. И я уехала опять к маме. И вот я заказала консультацию. И приходит консультация буквально на следующий день ответ. Что-то было, чувства какие-то там? Знаете, что очень интересно, почему? Потому что я изначально, не видя, что ответ есть уже на почте, я заметила, что Арина начинает заглядывать в глаза. Живость такая появляется у нее. То есть раньше до этого она особо не любила? Знаете, она смотрела, но у нее как-то было такое, что вот как бы ты присутствуешь и хорошо. То есть вот мельком и дальше. А тут она стала заглядывать с интересом. Ей стало, вот она прям, что-то рассмотреть, как вот ей хотелось в глазах. А всего лишь маме посмотреть бы в эти глаза в тот момент и душой произнести, сказать, я люблю тебя, люблю тебя. Именно вот в тот момент, когда проработали, именно тогда и был доступ к душе ребенка. Прямой доступ от души к душе. У меня, лично у меня другие ощущения были интересные. У меня были как повторы. То есть такое ощущение было, как будто я это уже прожила. Вот состояние. И я знаю, что дальше будет, но никак не могу вспомнить. Но я это уже прожила. И вот я потом посмотрела, смотрю, есть ответ. Пересмотрела эту консультацию, все. Ну, чувство тоже своеобразное. И волнение, и все. Ну вот вижу, и по ребенку, и по себе что-то меняется. Вот прям в этот же момент. Эхалали у нас после консультации буквально в течение двух недель вообще мы про нее стали забывать. Забывать, что вообще у ребенка такое было. Крутиться вокруг своей оси она перестала. То есть это у нее практически такого не бывает. Тоже быстро, да? Да, да. Но у нас это было так временами. То есть если есть музыка, или вот мы ходили, допустим, в подготовительную детский сад, и там, если детки танцевали, то все делали движение как надо, а мы крутились вокруг себя. Тут это отпало. Она потихоньку слова, слова, слова. Единственный момент, я... То есть речь пошла, да? Речь, речь. Вы знаете, она как бы слова начала больше говорить. Но вот так вот, чтобы связано еще вот прям вот хорошо, я этого не могла прям вот ощутить сразу. Ну, самый важный момент был это начать работать маме, мне. И я не могла долго... Ну, это мой момент такой. Не могла понять, как... Где чат этот? Куда нужно достучаться, достучаться? Как только я это нашла, все, вот тут пошла работа серьезная. И сразу такой старт у Арины пошел. Когда общение с мамами пошло, они подсказывали, что нужно делать. Я стала делать практики, и вот буквально прям сразу пошло движение. Настолько это... Настолько это явно было, это очень интересно. То есть она так потихонечку, потихонечку, потихонечку. А тут я смотрю, на детскую площадку выходим, ребенок видит своего возраста деток, подходит, начинает интересоваться. Хотя бы просто даже там шапка пушистая, девочка там, погладить ее. И это же пушистая, это есть нельзя. Это есть и нельзя. Нельзя. А пушистая можно? Нет, пушистая только носик гладить можно. Можно я еще погладить? Держи, погладь, Машик. Я тоже погладю. Поглади, ну. Ча! Апча! Вот это у меня вообще начало отлегло, потому что... Потому что это вот счастье увидеть, когда ребенок начал включаться в жизнь. Вот у нее вдруг пошло, хоть маленький, но интерес уже к чему-то. И с этого мы начали свою светлую сторону существования. А какие практики, считаете, что эффективные были? Эффективна была практика очень это прописать будущее свое. Даже настолько эффективно, что мои отношения семейные с мужем наладились. Знаете как, не всегда воспринимают мужья важность момент этого. Но когда, наверное, все на сломе идет, и тяжело, и больно, и я показала, говорю, я могу тебе показать, как я вижу будущее. А если хочешь, почитай. Ну, он почитал. С этого, наверное, началась наша другая страница. Потому что мы стали лучше понимать и прислушиваться друг к другу. Хотя до этого, наверное, сценарий был совершенно другой. Вот сейчас я скажу слово карма. По карме у этих ребят должен был быть развод. По карме они должны были разойтись и Аришка. Больным ребенком должна была вырасти с мамой, без отца. Это все по карме. А в жизни, когда человек осознанно закрывает вот этот сценарий на проживание, больше души не хотят друг другу причинять боль. Они уже осознали, зачем им нужен был больной ребенок. Зачем им надо было вот такой вот болезненный сценарий? Они хотят по-другому сыграть в эту игру под названием «Жизнь». Они хотят в любви и в счастье. И тогда рождаются другие взаимоотношения. Но для того, чтобы это закрылось, надо осознать, зачем это приходило. И вот в случае, когда человек пишет «Будущее» и начинает осознавать, выстраивать осознанно свою жизнь, осознавать и перепросматривать прошлое для того, чтобы изменить будущее, никогда «Будущее» нет, пишется так, чтобы не изменилось прошлое. Это связанные процессы. Вот эти процессы начинают происходить в психике у мамы, потом в психике у папы, и семьи восстанавливаются. Мы еще ни разу не встречали случаев, когда души выбрали бы развод. Всегда восстанавливается семья, потом рождаются еще дети, приходит счастье. Счастье из любви, потому что мы все хотим играть в любви, мы все стремимся к любви, как бабочка, как мотылек, летящий на свет. И при этом почему-то достигаем ее через боль, когда можно просто осознать и просто любить. И вторая практика «Зеркало», она мне очень помогает и по сегодняшний день. И вообще радикальное прощение само по себе, анкеты. Это все надо делать. После них сразу видишь результат. Все практики, все техники ведут к себе, к себе настоящий, ведут к искренности. Никакой мистики, только искренность. И это все отражается на ребенке. То есть прямая связь. Мать-ребенок 100% прямая связь. Да, да, да. Как себя чувствует мама, ребенок отражает точно так же. Да. Если где-то начинаешь немножко нервничать, буквально в течение 15-20 минут видишь реакцию на ребенка. То есть это моментально сразу. Все внутреннее состояние. Начинает психовать, стимы, что-то такое. Стимов нет, но нервное состояние. Ко всем так через плечо. То есть это мы как бы не пицам никак не подходили. На сегодняшний день она лучше разговаривает. Она дружит со своим братиком и сестричкой двоюродными. Они приезжают, они как раз, он старше, она младше, пытаются контачить. То есть разный возраст. Я смотрю все, как ей лучше, более со взрослыми, либо с младшими. И вижу, что и там, и там у нее свои интересы есть. И где-то спрашиваю, сестричку любишь? Люблю. Я говорю, а делиться игрушками будешь? Если надо, все отдам. И вот эти слова, какие-то они мудрые. Сейчас уезжали дедушки, пока-пока. Дедушка, подожди, меня мама же. Вот у нас такое вот по крупицам буквально, знаете, как оно было. Но оно так мелкое, вот как вот каждый напересчет вот эти вот фразы были. И так радовался, когда вдруг что-то проскакивало. А сейчас это буквально вот фраза за фразой. И умиляешься ребенком, потому что у нее открывается какое-то новое видение, новое чувствование. То есть она все замечает, играется. Ну и я думаю, дальше еще, дальше будет еще лучше. Это у вас была одна консультация в ноябре, да? Да, у нас была только одна консультация. Когда у нас бывает одна консультация, мы имеем доступ уже к душе ребенка. И зачастую, как и в случае с Оришкой, у нас были коррекции. Коррекции и было энное количество, когда мы просто выходили на нее, видели, или когда она приходила, и мы вносили небольшие поправки. Это очень важный процесс, и нам очень удобно наблюдать за детьми, когда, например, мамы общаются в чате. И тогда этот процесс намного проще осуществлять. И эффективность нашей работы тогда намного выше. То есть мы тогда в режиме онлайн видим, вот этому ребенку здесь надо это, этому это. И тогда наше взаимодействие действительно становится на порядок результативнее. Ну а любимая игрушка у ребенка – это книги. То есть вот как с детства повелось, она сама себе в магазине книги выбирает. То есть если ей мы выбираем, она их не смотрит. Притом не обязательно, что это дорогие книги, это такие, которые ей интересны. Это про динозавров, про животных. Вот это вот, это любимая игрушка, это книги. Сейчас потихоньку вот пошли интересные такие переломы, мягкие игрушки. Четыре года ребенку исполнилось, он первый раз начал мягкую игрушку тискать. До этого мы в рядочек выстраивали пластиковых животных, вот маленькие фигурки. Это рядочки вот у нас, либо кубики один на один. И все. Такие игры были. Да, да, да. Больше, как вот обычные детские игры для детей, вот, конечно, есть с кем сравнить, да. То есть брат и сестра двоюродные, и видишь, как они развиваются, видишь, как Арина развивается. А сейчас я смотрю, что мы тоже, ура, мы тоже в этой же тусовке. Еще одна вот практика, о которой Арина говорила, просить прощения тоже у детей. Очень интересно тоже было. Я, наверное, раза четыре пыталась попросить прощения у ребенка. Почему пыталась? Потому что результат, то ли она отворачивалась, то ли она говорила, все, я спать хочу. Вот было такое. Кажется, маленький, не понимает, все понимает, все понимает. Чувствовала либо неискренность, либо хотела поправляться, хотела поманипулировать. И когда попросила прощения, она обняла. Это после четырех раз? Да. Обняла? Обняла, улыбалась, рассматривала долго, мне в глаза смотрела. Простила. Да. То отворачивалась там или там все, спать хочу. Что-то такое. Это так хорошо, так уже. Окажется, не разговаривает толком, не обращается, нет обратной связи, тяжело. И вот когда только вот эти маленькие, как это сказать, бриллиантики в общении, вдруг обратная связь к себе, вдруг по чуть-чуть. И сразу так тепло становится, думаешь, не зря, все хорошо, дальше будет лучше. Одна мама рассказывала, что она приходит утром к ребенку, ну а там неизвестно, что творится. Как бы, ну для меня это было поразительно, когда ребенок с таким диагнозом спит отдельно, ну в отдельной спальне от родителей. Потому что я считаю, что телесный контакт, даже для обычных детей с хорошей психикой, он очень важен. А когда дети такие чувствительные, то это очень важно, чтобы он там, ну как можно дольше проводил с родителями, спал с мамой. Даже я смотрел фильм, там ученые как бы пытались выяснить, что для ребенка мама, кто мама. Там детеныш обезьяны сделали два макета мамы. Одна мама кормила молоком соски, а вторая мама была мягкая и пушистая. Ну и было непонятно, он ел у одной мамы, а спал с другой. И было непонятно, кто же все-таки мама. И когда макетом тигра его напугали, то он побежал прятаться к пушистой маме. Не так, а вторая корма. Теперь рядышком. Да, то есть телесный контакт, это очень важно для таких детей. У нас было такое, что не обнять, не погладить. Вот этот момент был такой, что вот маленький ежик, все, не тронь, никуда. И вот обнять, даже с утра поцеловать, доброе утро сказать, вообще ни в какую. То есть это если она просыпалась, это не было так, что вот как детки полежат, попотягиваются, еще что-то. Нет, это было сразу, солдатиком и побежала. Притом не обязательно четко что-то делать, просто вот надо, все, как накрутили, все, шик и вперед. Как сейчас с мужем отношения? Хорошее отношение. Вообще он знает про консультацию? Мой муж человек военный, ему тяжело воспринимать подобные вещи. И я ему очень понемногу рассказываю про чат для мам детей-аутистов. И говорю, вот тут вот женщины нашли такую практику, это очень хорошо влияет на детей. Вот такие результаты. Есть вот книга «Радикальное прощение». Работают с анкетами, начинается улучшение. Ну, вот это потихоньку, потому что очень тяжело. Потому что у нас было много разговоров и невосприятие с его стороны. Говорят, я не виноват. Он не виноват, я не виноват. Никто не виноват. Вы знаете, мы много работаем с родителями и с отцами. И, наверное, самая сложная история, когда отец ребенка живет либо по протоколу, и он врач, либо по приказу, и он военный. И в таком случае информация, которую они воспринимают, сразу переходит из разряда «Виноват, не виноват». Это об ответственности. То есть это вынос ответственности в моменте «здесь и сейчас». И обратите внимание, как налажена в работе система приказ, протокол и отсутствие ответственности. Ответственности за жизнь ребенка, которого сам создал, которого сам воспитываешь, которого ты породил. Казалось бы, это очевидный факт. И сложнее всего работать именно с такими родителями. Но все равно сейчас хорошие отношения у нас. И, знаете, даже такое вот интересно, что я стала вспоминать то, каким я его знаю. Когда-то, да? Ну, то есть, когда встретились. То есть, какие были у меня мечты, впечатления, желания, ожидания. Сейчас это стало возвращаться. И он понимать стал больше меня и дорожить нами. Очень важно всегда видеть отношения папы к ребенку. Потому что оно очень заставляет, наверное, верить в лучшее. Ты вот смотришь, и ты видишь, что, да, там, отцу так же дорого. И он любит. Ему хочется заниматься с ребенком. Вот этого у нас не было. И меня это очень-очень обижало. И мне хотелось, что, ну, я понимаю, мать, да мать. Ну, кроме мамы есть папа. А когда этого отношения, обратной связи нету, то тогда вопрос возникает, а вообще зачем? Роль отцов в выздоровлении детей очень важна. Дело в том, что мужчины чаще всего, они пытаются скрыть свои чувства, показать, что они сильные, не чувствуют никаких слабостей. И им это не надо, там, прорабатывать себя, делать какие-то практики, осознавать что-то. И вот за счет вот этих вот коллективных представлений очень часто мужчины не могут проявить именно те свои внутренние чувства и мужские качества для того, чтобы ребенок шел на поправку. Сейчас? Сейчас по-другому. Сейчас? Сейчас по-другому, сейчас по чуть-чуть. Не скажу, что сразу, по чуть-чуть. И я поменяла свои отношения. И, видимо, вот оно как-то так вместе все начинает меняться. Не бывает, что-то одно меняется. Бывает, оно когда в комплексе, но медленно, но меняется. Меня это очень радует. Мне это очень радует. Слава Богу. Я думаю, что будет все хорошо. Ну что, может, позовем ее? Пускай что-нибудь нам скажет на камеру. Ариша, и к маме. Какие цветы красивые у тебя? Мам, мам, смотри, как я побежала в лесу. Ты в лесу побежала? Ты в саду побегала, да? Я в саду. А что у тебя за цветочки, Рим? У меня есть ромашки. Ромашки у тебя есть. Красивые ромашки. А расскажи, ты в садик ходишь? Ходил. Ходил. Это значит, да. Ходила. Мы ходили. Но наши особенности нам как-то мешали. Мам. Капуста? Наверное, дома, Ришка. Наши особенности нам мешали. Мы все время, Арина выбивалась из, наверное, общего фона детей. И нам говорили, что вы что-то не договариваете. Она, наверное, плохо слышит или еще что-то. Она говорит, наверное, вы что-то не договариваете. Но мы не говорили, что у нас есть вопросы. Думали, может быть, дети немножко. Она как-то вот, ну, разбавится в состоянии вот этого. Ну, вот потихоньку, потихоньку. Сейчас вот собираемся восстановить наш садик. Потому что уже большие результаты есть. И тянется к детям. Я купила еще один. Еще один, да? Красавица ты. Покружись, Аринка. О, как у тебя платье красивое, да? Да. Опа. Молодца. Ариша, смотри, какие тучи. Может быть, мы с тобой тучу задуем? Да, давай задуем тучу. Все, сейчас все тучки пройдут, да? А как надо сказать, чтобы туча уходила? Я уже поду, я не могу. Задуем тучу, задуем. Уходи, туча, да? Уходи, прочь, туча. Уходи, прочь, туча. Что еще можете рассказать для других мам? Что нужно делать, как себя вести? Какие-то советы? Никогда не оставлять веру, искать до конца, идти и искать. Нет такого, что нет решения. Всегда решение есть. Всегда есть решение. Ну, как же врачи говорят, вот, ну, это, как бы, поломка генов. То есть, гены, если они поломались, их же невозможно исправить. Смотри, какой листочек. Или врачи что-то не знают. Знаете, я думаю, все, я не очень религиозный человек. Но я думаю, что фразу вот эта, поверья, дано, это так и есть. Сколько ты веришь, настолько оно и придет. Надо верить. Все будет хорошо. Молодец. Я тоже думаю, что у вас будет хорошо. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам. Оришка, крикнем ура. Какая красавица. Ура, крикнем. Поверни, самер, ура, честь. Крикнем. Ура, крикнем. Ура. Ура.